Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» ее ведущая Наталья Козынцева. Некогда еще до грехопадения, обитавшему в раю Адаму и Еве, было открыто множество глубочайших тайн божественной жизни. Среди них, конечно же, было и знание о Боге именно как о Троице. Однако вместе с отпадением человека от Бога, эта божественная тайна, бытие Бога Троицы, наряду с другими таинствами, оказалась людским родом позабыта. И только с наступлением Нового Завета Пресвятая Троица вновь открыла себя по забывшему о ее существовании человеческому роду. Это откровение осуществилось в полноте именно в День Пятидесятницы, при сошествии Духа Святого на апостолов. Этому событию посвящена очередная книга Петра Юрьевича Малкова, вышедшая в свет в издательстве «Никея». Она называется «Пятидесятница. День Святой Троицы. Исосшествие Святого Духа. Антология святоотических проповедей». Антология святоотических проповедей на праздник Пятидесятницы, День Святой Троицы и Исосшествие Святого Духа, подготовленная патрологом Петром Малковым, включает произведения разных традиций и эпох, византийских, латинских и русских авторов, от святителя Григория Низкого до святителя Луки Крымского. Издание предваряет вводная статья, призванная в ясной и доступной форме, познакомит читателя с важнейшими богословскими и нравственными особенностями святоотеческого учения о духовном значении этих евангельских событий. В этой статье, прежде всего, автор отмечает, что в ряду других годичных православных праздников Пятидесятница, отмечаемая на 50-й день после Пасхи, один из самых значимых и важных. День Святой Троицы, как его еще именуют, радостное торжество начала лета. Для христиан это день особый, не похожий ни на один другой в церковном году, и по необычному уставу богослужения, и по включенным в службу удивительным молитвам со всеобщим преклонением коленей, и по неожиданно меняющемуся облику как внутреннего убранства храмов, так и домов верующих. В этот день церкви и жилища наполнены зелеными ветвями березок, полы храмов устилаются ярким травяным ковром, иконы украшаются цветами. Кажется, что сама природа в ее еще свежем июньском великолепии приходит поклониться своему Творцу и Создателю, Богу Троице. Событие, которое воспоминается в этот день, это сошествие Святого Духа в виде как бы огненных языков на апостолов, находившихся в Иерусалиме в небольшой горнице. В соответствии с рассказом священной истории произошло это на десятый день по Вознесению Господа, когда апостолы сошлись, чтобы исполнить древние иудейские церковные обычаи, пребывая, по словам книги апостольских деяний, единодушно вместе. И вот весь дом вдруг наполнился странным шумом, похожим на шум сильного ветра, а затем с небес на каждого из них спустились пламенеющие огненные языки. Тотчас же апостолы почувствовали, что на них сошла благодать Святого Духа, и из их уст полилась странная, прежде незнакомая даже им самим и речь. Они вдруг начали говорить на языках тех народов, что населяли в ту пору пределы Римской империи. Первоначальная еврейская Пятидесятница была днем, когда праздновалось получение Моисеем на горе Синай скрижали с десятью заповедями, правилами верности Богу и доброго отношения к ближнему, древними установлениями любви. То был момент рождения Древней Церкви Израиля, чтившей единого и истинного Создателя. Новозаветная же Пятидесятница стала днем рождения Церкви Христианской. Второе, принятое на Руси название этого праздника, День Святой Троицы, свидетельствует о том, что сегодня в наших храмах прославляется сам Бог, ясно открывшийся миру, именно как троическая полнота любви к своему творению. Любви, являемой нам Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым. Празднику Пятидесятницы посвящено большое число замечательных святоотеческих гамилий, проповедей. Повествуя о самом событии сошествия Святого Духа на апостолов, они говорят и о его спасительном значении, причем не только для учеников Господа, но и для всех православных христиан. Ведь и все мы вместе с христовыми апостолами обретаем в Православной Церкви тот же самый дар Святого Духа, что и они. Возникшая в День Пятидесятницы Церковь во все века пребывает в совершенной мере исполненной Святым Духом, непрестанно изливающим свою освящающую божественную благодать на всех ее членов. Многие святоотеческие проповеди на праздник Пятидесятницы часто имеют название «Слово о Святом Духе», «Слово на сошествии Святого Духа». Другие включают в свой заголовок имя самого праздника — Пятидесятницы. Третьи, созданные в русской традиции, где этот праздник именуется Днем Пресвятой Троицы, порой так и называется «Слово в День Святой Троицы». Древнейшие и наиболее значимые по содержанию проповеди на праздник Пятидесятницы принадлежат таким восточным и западным святым отцам, как святители Григорий Богослов, Григорий Низкий, Иоанн Златоуст, Максим Туринский, Григорий Палама, Блаженный Августин, преподобный Феодор Студит и другие. Также ряд важных идей, связанных с духовным значением сошествия Святого Духа на апостолов, мы находим и в тех святоотеческих гамильях, которые, хотя и не были напрямую посвящены празднику Пятидесятницы, при этом подробно истолковывали смысл совершившегося в Сионской горнице событий. Среди них, например, огласительное слово 17-е святителя Кирилла Иерусалимского и гамильей на книгу «Деяния апостольских» святителя Иоанна Златоуста. До нас также дошли древние проповеди на Пятидесятницу, которые приписываются авторству различных святых отцов, но на самом деле им не принадлежат. Но и эти творения, возвышенные по красоте духовных образов и литературного слога, богословские глубокие по содержанию, также, безусловно, принадлежат церковному священному преданию, приумножая его духовную сокровищницу. Именно поэтому некоторые из них тоже публикуются в этой книге. Многие замечательные слова на праздник Пятидесятницы Святой Троицы принадлежат святым нового и новейшего времени 19-20 столетий. В книге публикуются проповеди святителей Филарета Московского, Феофана Затворника, Николая Сербского, Луки Воина Исенецкого, святых праведных Иоанна Кронштадтского и Алексея Мечева. Всех названных святых отцов вдохновил на эти богословские глубокие и прекрасные проповеди сам Святой Дух. Ведь именно его прославлению прежде всего и посвящена Пятидесятнице. В этой книге собраны проповеди, что на протяжении столетий в праздник Пятидесятницы изливались с церковного амвона и наполняли умы и сердца слушающих, утоляли их духовную жажду. Пребывающие в храме не только произносившие слово проповеди, но и ему внимавшие, поистине оказывались напоены одним духом. Всякий христианин призван сподобиться того же самого дара, которого сподобились апостолы в День Пятидесятницы. Ведь без жизни в Духе Святом, без причастия ему спасения быть не может. На такой мысли решительно настаивают все святые отцы, авторы проповедей на этот церковный праздник. Познакомиться с избранными из них вы сможете с помощью этой книги. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Я с вами прощаюсь и, как всегда, желаю интересного и полезного для души чтения. Всего вам доброго! Спрашивайте новинки православной литературы в церковных книжных лавках и православных библиотеках. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова